Про все на свете. И сегодня ровно такая же встреча нам подарит дарова на Всевышнему Аллаху. И при этой встрече, уважаемые братья, является адабом оставить телефоны, потому как мы не смогли бы перед лицом посланника Аллаха, поставив через экран телефона, смотреть на его, словно луна, светящаяся лицом. Поэтому, уважаемые братья, эту встречу мы желаем, чтобы вы провели с подготовленным сердцем, глядя глазами на эти реликвии, чувствуя сердцами, соприкасаясь с эпохой пророка Аллаха. Поэтому просьба, уважаемые братья, не отвлекаясь на телефоны, провести встречу с каждой реликвией. Как вы видите, там также есть киджал Абу Бакра, ради Аллаху, великого сподвижника, великого праведника, того, кто сопровождал посланника Аллаха, алейхи саду салям, из Мекки в Медину, охраняя пророка Абу Бакр, ради Аллаху Ангу. Идя с ним, он забегал то вперед, то отбегал назад, то шел справа от него, то слева. И когда посланник Аллаха, алейхи саду салям, спросил, почему он так поступает, Абу Бакр сказал, когда забегаю вперед, я боюсь, что враги настигнут сзади. Когда отхожу назад, я боюсь, что выйдут перед тобой. Иду справа, иду слева. Таким было любящее сердце Абу Бакра. Мы знаем, что в пещере стало событие, когда Абу Бакру, ради Аллаха, пришлось терпеть боль и яда, которая проникла в его тело, дабы не нарушить сон посланника Аллаха, алейхи саду салям. Также мы здесь видим фляжку великого сподвижника Халид Астаба. Великий воин, предводитель войска, человек, который в боях не знал поражения. В одном из боев он уронил свой шлем и ни секунды не раз... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok